Девушки отдыхают Моменты из франшизы Бентен, когда герои и злодеи были охвачены сильной яростью или совершали экстремальные действия для достижения своих целей. Есть ли еще моменты, которые заслуживают места в этом списке, когда персонажи Бентен врубали режим Берсерка? Дайте знать в комментариях. Номер 10. Буйство Человека-Огня, Бентен Что получается, если смешать инопланетян, злого колдуна и волшебную воду? Куча проблем. После того, как вода из легендарного фонтана молодости превращает Бена и его пришельцев в карапузов, он не может сравниться с силой омоложенного Гакса. Кажется, что вся надежда потеряна, пока Гвен не решает использовать детскую сущность Бена в своих интересах. Используя силу психологии, Гвен заставляет Человека-Огня закатить истерику, в результате чего молодой пиранид взрывается миниатюрной сверхновой, взрывая фонтан, а вместе с ним и коварный план Гакса. Номер 9. Кэш Мюррей ассимилируется Бен Тен – инопланетная сила Бен сильно повзрослел с тех пор, когда ему было 10, чего нельзя сказать о его бывших обидчиках – Кэше и Джей Ти. После того, как Бен обзывает и унижает их, Кэш и Джей Ти вымещают свое раздражение на машине Кевина. В процессе они крадут опасную инопланетную технологию, которая вскоре закрепляется на Кэше, делая его более сильным и жестоким. После избиения Кевина, жажда мести Кэша заходит слишком далеко, когда он угрожает невинным гражданам, включая своего друга Джей Ти, что вынуждает Бена вмешаться и остановить его. Хотя буйство Кэша удалось остановить до того, как был нанесен какой-либо непоправимый вред, этот опыт показывает, как легко такое поведение может выйти из-под контроля. До своего окончательного поражения, Малвер был одним из немногих существ во вселенной, которые пугали Бена больше всего на свете. И не без причины. Помимо того, что Малвер – один из самых жестоких и психопатичных представителей своего вида, он также ответственен за травмирующее событие в детстве Бена. После того, как Малвер вырвал из омнитрикса фидбэка, любимого инопланетянина Бена, он заставляет парня смотреть, как уничтожает его. Бена настолько поглощает ярость, что он без колебаний уничтожает Малвера, используя омнитрикс, чтобы перегрузить его. Хотя его попытка, возможно, и не удалась, желание Бена покончить с Малвером было абсолютно реальным. Номер 7. Внутренний монстр Фила Биллингса – Бентен Омниверс Дедушка Макс может быть идеальным примером для подражания, чего не скажешь о его бывшем напарнике Филе. Если Макс – самоотверженный и героический человек, то Фил – эгоист, готовый даже предать своего товарища ради личной выгоды. Проведя годы в ловушке в нулевом измерении, Фил возвращается, став еще большей угрозой, чем раньше. После неудачного эксперимента с использованием Неметрикса, Фил обретает способность превращаться в гибрид инопланетного хищника. Наряду с ненасытной жаждой к энергии, Фил становится все более жестоким и безжалостным до такой степени, что заявляет – от его прежней человечности ничего не осталось. Номер 6. Бен Теннисон и Рекс Салазар против Альфы Бен Тен – генератор Рекс, работа в команде. Злодей опасен, когда для победы над ним требуются величайшие герои из двух разных вселенных. Альфа-Нанит – один из таких злодеев. Сбежав из нулевого измерения и вызвав массовый хаос, Альфа сталкивается с Беном и Рексом в последней битве. Поглотив миллионы нанитов, Альфа крадет энергию из ультиматрицы, что позволяет ему превращаться в различные кошмарные формы. Вскоре буйство Альфы достигает уровня катаклизма, когда он поглощает нанит Омега-Рекса, превращаясь в еще большего монстра, способного уничтожить мир. Номер 5. Бен Десять Тысяч в Гневе – Бен Тен Хотя Бен вырастает и становится одним из сильнейших героев вселенной, это также приводит к появлению более опасной галереи злодеев. В одном альтернативном будущем Бен сталкивается со своим старым врагом, Кевином-11, который возвращается более могущественным и извращенным, чем когда-либо прежде. Когда сила Кевина становится слишком велика для Бена, сын Бена Кен и сын Кевина Девлин пытаются помочь. Несмотря на благородство, их усилия оказываются тщетными, так как Кевин легко побеждает их. К несчастью для Кевина, это приводит Бена в ярость. Обретя второе дыхание, Бен выплескивает свою ярость на Кевина, нанося ему удар за ударом. Номер 4. Налджианский Разрушитель. Бен Тен – Инопланетная Сила Довольно сложно победить продвинутую инопланетную технику, которая имитирует любые твои действия. Но если прибавить к этому братьев Фридл, то получится рецепт катастрофы. Возвращается, что у тебя есть что-то, которое принесет к нам. После кражи устройства, известного как Налджианский Разрушитель, Врядлы своими жестокими действиями пробуждают в нем вкус к разрушению, в результате чего он начинает бесчинствовать в центре Белвуда. Однако более удивительным является тот факт, что устройство на самом деле не оружие, а скорее детская игрушка. Если игрушка способна нанести такой ущерб, то можно только представить, на что способно настоящее налджианское оружие. Номер 3. Ультимативный Бунт. Бен Тен – Инопланетная Сверхсила. Хотя ультиматрица – одно из самых мощных изобретений, когда-либо созданных, она далека от совершенства. На самом деле, один из его самых больших недостатков чуть не стал причиной гибели Бена. Бен, подожди! Мой имя не Бен! Когда Бен начинает вести себя безумно после трансформации в ульти-гумангазавра, его затягивает в ультиматрицу, где он обнаруживает, что его конечные формы на самом деле живые. Еще хуже то, что ультиматы считают, что Бен заключил их в тюрьму, и что единственный способ освободиться – это уничтожить его. Хотя Бен пытается образумить их, ему не удается подавить их ярость. Только пожертвовав собой, Бен, наконец, освобождает ультиматов от их тюрьмы и ненависти. Номер 2. Дженнифер Ноктюрн теряет контроль Бен Тен – инопланетная сверхсила Некогда великий герой Капитан Немезис завидует Бену, после чего похищает девушку Бена Джули вместе с актрисой Дженнифер Ноктюрн. Однако, вместо того, чтобы почувствовать угрозу со стороны Немезиса, Дженнифер влюбляется в него странной любовью. Страдая от стокгольмского синдрома, одержимость Дженнифер достигает своего пика после того, как она помогает ему бежать из тюрьмы, чтобы он мог отомстить Бену. В результате ее действий Немезис заходит слишком далеко. В то же время моральные принципы Дженнифер деградируют до такой степени, что она не только нападает на Бена и ранит его, но даже готова лишить его жизни. И прежде чем мы представим наш номер один, вот несколько достойных упоминаний. Это должен был быть я, Бен Тен, секрет Омнитрикса. Влияние призрака, Бен Тен. Рад отправляется в брюхо зверя, Бен Тен, инопланетная сила. Кайбер впадает в ярость. Бен Тен, Омниверс. Дека ест мясо. Бен Тен, инопланетная сила. Для нашей специи ест мясо плохо. Как плохо мы здесь говорим? А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер один. Кевин сходит с ума. Бен Тен, инопланетная сверхсила. Бен Тен, инопланетная сверхсила. Из-за природы своих способностей, Кевин не может поглощать слишком много энергии, не становясь опасным для себя и окружающих. Он усвоил это на собственном опыте, когда был ребенком. Хотя его первое превращение было, конечно, мощным, даже этот момент меркнет по сравнению с другим превращением, произошедшим много лет спустя. Чтобы помешать злому Эгрегору поглотить силы ребенка Целестеала и править вселенной, Кевин поглощает силу Ультиматрицы. В результате Кевин теряет контроль над собой, превращаясь в жаждущего власти монстра, движимого безумием и местью. В итоге Кевин становится берсерком, нападая не только на своих врагов, но и на ближайших союзников. Дошло до того, что Бен был готов покончить с ним прямо там. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях. Загляните к нам в Телегу и зацените другие ролики на канале. И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе.